Из чего это сделано? Лепные украшения способны преобразить даже самое простое строение. Впервые лепнину использовали в Древней Греции для украшения храмов. Сегодня отпала необходимость тратить долгие часы на резьбу. Современные аналоги быстро изменят вид здания в лучшую сторону. Лепные украшения из пенопласта легко вводят в заблуждение. Они выглядят как деревянные или мраморные, но это всего лишь искусная иллюзия. Сначала берется большой кусок пенопласта. Это пенополистирол. Специальный станок, управляемый компьютером, точно разрезает кусок пенопласта по замысловатому контуру раскаленной проволокой. Получится архитектурная отделка для окон и дверей. Потери при этом минимальны. Выполнив свою работу, дымящаяся проволока переходит к следующему куску. После этого рабочий вытаскивает куски лепнины, каждый составляет 2,5 метра. Что же будет дальше? Станок с раскаленной проволокой теперь работает над замысловатой колонной с каннелюрами. То, что когда-то вырезали из камня, теперь заменяется куском пенопласта. Чтобы заполучить себе частичку древнего мира, сегодня требуется приложить минимум усилий. Чтобы сделать арку, вместо прямой проволоки используется специальный, более сложный механизм. В него помещают изогнутый кусок пенопласта. Резиновые колеса проталкивают пенопласт через раскаленную проволоку. Они специально установлены таким образом, что получившаяся полуарка идеально совпадет с куском отделки, изготовленным ранее. Пенопластовый клин имитирует замковый камень, предназначенный закреплять части арки посередине. Рабочий покрывает лепнину стеклосеткой. Смазанная клеем, сетка сразу же прикрепляется к пенопласту. Сетка укрепляет лепнину и защищает от трещин. Цемент льется в особый ящик и попадает на лепную отделку. Каждая часть проходит через трафарет, подходящий именно ей, чтобы цемент лег ровно. Это не обычный цемент. Специально изготовленная смесь, содержащая смолу, будет держаться на покрытой сетке отделки особенно долго. Затем рабочий помещает лепнину сокнуть минимум на 24 часа. После этого наносят еще один слой цемента, теперь уже с более мягкой текстурой. Бетонировать арки гораздо сложнее, поэтому работа выполняется вручную. Рабочий помещает цемент на покрытую сеткой лепнину. Потом он проводит трафаретом по арке, вместо того, чтобы пропускать арку через трафарет. Так цемент ляжет ровнее. Пройдя несколько операций, арка, наконец, готова. При работе с меньшими партиями, состоящими из одной-двух колонн, цемент также наносится вручную. Ориентируясь по линии на столе, рабочий медленно проводит трафарет по колонне в романском стиле, чтобы равномерно нанести цемент и придать ей реалистичный вид. Второй слой требует большего внимания. Рабочий втирает цемент в колонну, а потом снова проводит по ней трафаретом, уже едва касаясь, чтобы колонна выглядела изящнее. Теперь можно украшать здание. С такими технологиями Рим действительно можно было бы построить за один день.